Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в новом дне с новыми возможностями и благословляю на то, чтобы этот день начался с улыбки, начался с доброго расположения нашего внутреннего человека, потому что все остальное – это внешнее выражение того, что происходит внутри у нас. Поэтому каждый раз, когда мы встаем загруженные, то и наша плоть, как одежда, она тоже начинает это же самое чувствовать, переживать и, в общем-то, тяготы нашей внутренней жизни нести на своих плечах. Поэтому давайте сразу разгрузим наши плечи и расправим их и посмотрим еще на один принцип возможностей, которые рядом с нами. Если в прошлый раз мы говорили о том, что те возможности, которые вдалеке, они больше привлекают людей, и кажется, что их никогда не догнать, они постоянно от нас куда-то улетают или рассасываются, растворяются. А сегодня я хочу поговорить как раз о такой возможности, как слово. Слово – это семя, которое мы сеем в жизнь свою и в жизнь ближних. Поэтому семя возможностей в словах всегда присутствует у нас. И причем, как вы понимаете, у всех людей, кто мыслит, кто говорит, эта возможность практически одинаковая. Но кто-то своими словами разрушает свою жизнь, разрушает не только себя, но и ближних, а кто-то, наоборот, созидает и творит словами вместе с Богом что-то удивительное и уникальное. Когда-то еще Иисус Христос в Евангелии Матфея, мы можем прочитать это слово, в 12 главе сказал такие слова «От избытка сердца говорят уста». Избыток сердца – это то, что мы накапливаем в течение дня, недели, месяца, года или лет жизни. То есть принципы, которые нас строят, формируют, а потом из этих уже наполненных мехов нашего сердца изливается слово. Поэтому я хочу, чтобы мы сейчас опять же на это обратили внимание как на силу возможностей наших устах. И то семя, которое мы сеем в течение дня, оно даст нам результаты плод не сразу. Хотя уже тоже какие-то элементы плода мы можем увидеть. Например, грубое слово, оно практически сразу дает реакцию. Или наоборот, слово, которое мы говорим с почтением, слово, которое говорим вдохновляющее, либо поддерживающее человека, дающее возможность ему посмотреть на себя взглядом со стороны, но как поднимающее его. И если вы живете в семье, либо работаете где-то в коллективе, у вас всегда есть возможность использовать слово как семя. С одной стороны, оно уже сразу может давать какой-то результат, а с другой стороны, оно прорастет, и оно еще даст плод в будущем. Обратите внимание, каких людей хотят рядом с собой видеть начальники. Конечно, с одной стороны, исполнительных, но с другой стороны, тех, которые своими устами не будут разрушать то, что они делают. И причем я хочу вам сказать, что далеко не каждый руководитель предприятия или какого-то, может быть, дела осознанно это себе говорит. Я не возьму человека на работу рядом, который говорит негативные слова. К сожалению, у нас в нашей культуре речи очень много надо делать реформ, чтобы в этой культуре не осталось того, что разрушает. Разрушает лично человека. Я хочу привести один пример того, что происходило с Петром Первым, когда он строил корабли здесь, вблизи от Санкт-Петербурга, на Онежском, на Ладожском озере. И когда строители кораблей ругались матом, то Петр издал указ. Причем смертельная казнь за матное слово. Почему? Потому что у него было понимание, если идет проклятие, а матная речь это именно проклятие, только на собственную мать, на свой корень, то значит будет проклято само дело. И корабли, которые строят, они не будут победоносными. И поэтому ему было очень важно, чтобы все, что он делает, связанное с войной, связанное с победой, ему важно было, чтобы это происходило, а не наоборот. Поэтому было несколько случаев, приведенного в исполнение указа, который на самом деле двух или трех человек лишил жизни за подобное семя в устах. Друзья мои, я хочу, чтобы мы реально поняли, это семя мы носим в себе. И поэтому давайте говорить то, что хотим иметь завтра. И произносить это сегодня, сеять это семя, и Господь его будет поливать. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас просить Тебя о том, чтобы в наших устах было всегда слово благодати, слово созидающее, слово мудрости, слово веры, слово вдохновляющее, ободряющее других людей. Помоги, Господь, нам не устать сеять такое семя, потому что завтра мы хотим пожать этот урожай в наших делах, в наших семьях, в наших коллективах, где мы служим, где мы трудимся, где мы просто живем. Благодарю Тебя, что Ты знаешь, как сделать каждое слово семенем с результатом. Но те слова, которые на самом деле будут нам благоприятны, а остальные слова искорени из нашего сердца, из нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok